Проблема. Действительно ли нам хватает каннабиноидов? Что такое эндоканнабиноидная система? И что такое каннабиноиды? Использование конопли можно проследить на протяжении всей истории человечества. Пища, медицина, эликсир, текстиль – это те сферы, где конопля, как полагают некоторое стало первой культурой, одомашненной нашими предками. В Древней Индии ее смешивали с молоком и специями в напитке, который, как полагают, помогал пищеварению, снимал жар и облегчал симптомы дизентерии. Считали, что это позволяет наполнить тело энергией, поэтому назвали этот напиток нектаром богов. Начиная с середины 1800-х годов, конопляное масло было натуральным элементом американской фармакопеи, назначаемой при любом недуге, начиная с пазмами в теле и заканчивая хроническими приступами. После 1930-х годов конопля стала слишком дорогой для выращивания, и основное количество фермеров отказалось от сбора урожая. Конопля стала более дефицитной, каннабиноиды почти исчезли из пищевой цепи, и люди стали испытывать дефицит каннабиноидов. Каннабидиол – это природное химическое соединение, встречающееся в растениях, таких как эхинацея, лен и, конечно, каннабля. В этой форме их называют фитоканнабиноидами. Но растения – не единственный их источник. Каннабиноиды также существуют в организме человека и даже могут быть обнаружены в грудном молоке. Некоторые исследователи утверждают, что они играют важную роль в развитии детей раннего возраста. Независимо от источника, каннабиноиды работают в сочетании с эндеканабиноидной системой организма человека, также известной как ЭКС. ЭКС представляет собой сеть каннабиноидных рецепторов, обнаруживаемых в мозге и органах брюшной полости млекопитающих. Эта система играет ключевую роль в регулировании многих естественных функций организма, включая настроение, сон и аппетит. Присутствующий даже на самых ранних стадиях развития плода, ЭКС преимущественно состоит из эндоканабиноидных рецепторов, расположенных как в центральной, так и в периферических нервных системах. Рецепторы CB1 в центральной нервной системе соединяются с нервными клетками мозга, чтобы помочь регулировать биохимические процессы в организме. Как эндоканабиноиды, так и фитоканабиноиды связываются с этими точками рецепторов для контроля прохождения белков между клетками. Рецепторы CB2 в периферической нервной системе в большинстве своем можно обнаружить в белых кровяных клетках, в миндалинах и селезенке. Каннабиноиды, которые связываются с этими участками, помогают модулировать реакцию иммунной системы на болезни и травмы. Исследования показали, что каннабидиол способен уменьшать воспаление и защищать чрезвычайно важные клетки от процесса окисления. Однако из-за нехватки каннабидиола в пище и тенденции к деградации местных каннабиноидов в организме человека, большинство людей испытывают дефицит этих важных соединений. Это отсутствие каннабиноидов привело к тому, что исследователи установили состояние, известное как синдром клинического эндоканнабиноидного дефицита. Диета, богатая фитоканнабиноидами, такими как каннабляные масла высокой концентрации и семена каннабли может компенсировать этот дефицит. Открытие каннабиноидов и эндоканнабиноидной системы заставило научное сообщество переосмыслить, как многие из наших наиболее тяжелых заболеваний функционируют и как их стоит лечить. Оказывается, что многие из нас испытывают недостаток в этом фундаментальном веществе, которое играет ключевую роль в поддержании баланса и здоровья нашего тела. Эти рецепторы являются неотъемлемой частью нас самих, и это подталкивает к вопросу, действительно ли нам хватает каннабиноидов.